Всем привет! Сегодня у нас на обзоре недорогая центробежная соковыжималка от компании Scarlett стоимостью примерно 2300 рублей. Узнаем, можно ли не переплачивать за соковыжималки, что она из себя представляет, как работает, какой по итогу получится сок. Погнали узнаем! Вот в такой большой коробке поставляется соковыжималка, яркая, красивая, такую не стыдно и подарить. Спереди информация на русском языке, сзади дублируется на английском языке. Коробка сделана из тонкого картона, но благо внутри есть пенопласт и снизу тоже и с содержимым ничего не случилось. Вот она сама соковыжималка, давайте начнем с комплекта поставки. Первая это инструкция, она на русском языке, так что если не разберетесь, можете ее изучить. В комплекте щетка для очистки сетчатого фильтра, она довольно жесткая, отлично справляется. В целом почистить эту соковыжималку вам не доставит больших трудов, это очень быстро происходит. Давайте теперь познакомимся с самой соковыжималкой, она довольно компактная, весит примерно 2 килограмма. Максимальная мощность 800 ватт, номинальная мощность 350 ватт, есть два уровня скорости. Также есть импульсивный режим, это когда мы нажимаем, она работает, как только убираем руку, она выключается. Присутствует в комплекте емкость для сбора сока на 600 миллилитров и емкость для мякоти на 1000 миллилитров. Вот он сам механизм соковыжималки, шнур здесь на 1 метр, да, для кого-то это будет мало. Давайте теперь проверим, как легко он разбирается, а потом собирается. Есть также такой клапан, чтобы удобнее шел сок. Сначала дергиваем эту металлическую часть, верхняя часть сделана из пластика, очень легко все здесь моется. Дальше идет сетчатый фильтр из нержавеющей стали, тоже очень легко снимается и легко моется. Есть щетка в комплекте, благодаря чему помыть соковыжималку у вас занимает буквально несколько минут. Нижняя часть также очень легко моется. И вот даже смотря на экранчик камеры, мы очень быстро разобрали соковыжималку. Собирается это также очень просто и быстро, вот таким образом. И вот так же закрепляется. Если мы не смогли закрепить, соковыжималка просто не включится. Также есть антикапля. За эти деньги, как по мне, сделано здесь все довольно хорошо. Хорошо, металлический корпус, нет ощущения, что это быстро развалится. За эти деньги это очень даже здорово. Давайте теперь наконец-то проверим соковыжималку в деле. Приготовим мы два вида сока. Это яблочный сок с морковью и апельсиновый сок. Давайте начнем с яблочного и морковного. Сразу включаем на вторую скорость. Закидываем. Вот такой уровень шума. И идет первая капля сока. С того количества яблок и моркови получилось. Вот столько сока, вот столько мякоти. Также мякоть находится внутри корпуса. Да, кто-то скажет, немного сока, но это свежевыжатый, очень вкусный сок. Особенно, если у вас своя морковь, свои яблоки. Себестоимость здесь вообще никакая, можно сказать. Давайте покажу, сколько внутри находится мякоти. Сразу станет понятно, что довольно много. Вот это все нам нужно прочистить. На самом деле, это, как я и сказал ранее, довольно быстрый процесс. Буквально, вот пальцы можно это все убрать и дальше помыть. Давайте также проверим, сколько в этом жмыхе осталось сока. Попробуем выдавить и практически сока там уже нет. То есть соковыжималка справляется хорошо. Это центробежная соковыжималка, так что в самом соке мякоти минимальное количество. Давайте теперь проверим на апельсинах. Включаем. Вот такое количество сока получилось из того количества апельсинов, которое у нас было с апельсинами. Соковыжималка справляется спокойно и на первой скорости. Сок такой же очень вкусный. Я за кадром уже несколько раз испытывал соковыжималку перед обзором. И сок получается очень-очень вкусным. Давайте также проверим жмых. Скорее всего, у апельсинового должно быть больше сока остаться. Да, сок течет. Наверное, в более дорогих соковыжималках в жмыхе будет меньше сока. Но вот в такой недорогой соковыжималке жмых еще остается. Но вот такое количество сока получается. Как по мне, такая соковыжималка должна быть в каждой семье. Для ребенка сделать сок, для себя любимого. Особенно, если у вас есть дача, деревня, участки, где есть большое количество яблони, груш и так далее. И вы можете делать свежайший сок. Не нужно добавлять сахар. И без сахара это очень вкусно и полезно. Так что спокойно можно делать свой сок. Натуральный, вкусный. Купив вот такую недорогую соковыжималку всего там за примерно 2300 рублей. Что касается нагрева. Его здесь практически нет. Но если вы будете делать какие-то заготовки, большое количество сока, лучше через минут 5 работы. Во-первых, помыть сетчатый фильтр, чтобы ничего не застревало и больше сока было. И как раз соковыжималка отдохнет. Я вам советую, покупайте. Ссылочка будет на Яндекс.Маркет внизу в описании и в первом закрепленном комментарии. Всем спасибо за просмотр. Дальше будет только интересней. Пока-пока.